Прямо сейчас мы будем готовить новый вид спорта. Тщательно перемешаем теннис, сквош и настольный теннис. Добавим немного динамики, приправим все азартом и вуаля! Меня зовут Геннадий Войтович, в эфире «Вот это спорт». Прямо сейчас играем в падл. Наш проект покажет вам малоизвестные виды спорта. Мы расскажем, как они возникли, правила, как развиваются в нашей стране и во всем мире. «Вот это спорт» расширяет ваши границы спорта. Падл. Падл – это ракеточный вид спорта, который был создан Энрике Коркуэра в 60-х годах прошлого века в мексиканском Пуэрто де Акапулько. По одной из версий, все началось с того, что супруга Энрике хотела обустроить теннисный корт в их новом доме. Однако горный ландшафт местности сильно усложнял задачу. В итоге мексиканец сделал небольшую площадку, огороженную высокими стенами, и предложил жене использовать специальные деревянные ракетки. Новая игра быстро получила признание и начала распространяться по Латинской Америке. Впоследствии она перекочевала за океан, найдя своих поклонников сначала в Испании, а затем и во всей Европе. Со временем падл захватил буквально всю планету, и в 1991 году создается Международная федерация падл-тенниса. А через год в Испании проходит дебютный чемпионат мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Четвертым будешь? Дело в том, что для игры в падл нужно 4 человека, ведь играют в формате 2 на 2. Переходим к правилам, и сейчас со всем разберемся. Правила игры в падл очень схожи с правилами игры в тейкс. Но есть ряд особенностей. В основном это парная игра, так как она очень динамичная и быстрая, и один на один очень сложно в нее играть. Кроме того, здесь можно играть после отскока от стены. То есть после удара соперника допускается отскока пол, потом от стены, и можно продолжать розыгрыш. Но несмотря на наличие стен, здесь все равно есть ауты. Если первое касание мяча после удара приходится не в пол, а в стену, это считается аут. Что же касается техники, она очень схожа с теннисной, но запрещена подача сверху. Подачу можно осуществлять только снизу. Еще одна особенность – игроки во время розыгрыша могут выбегать за пределы корта. Что же касается количества подачи, порядок приема подач и смена сторон, они такие же, как в теннисе. Счет также ведется, как в теннисе – 15-30-40 геймов. Побеждают пара, которая берет 6 геймов, но между ними должно быть разрыв 2 гейма. При счете в геймах 6-6 играется таймбрейк до 7 очков, но также должен быть разрыв 2 очка. Говорят, что в 2020 году было продано 900 тысяч ракеток для падала. Это в два раза больше, чем для тенниса. Настя, чем же так уникальны эти ракетки? Да, у ракеток для падала есть несколько интересных особенностей. Вот, например, самая главная особенность – это наличие страховочного ремешка, который надевается на руку для того, чтобы ракетка во время игры не слетала и не поранила партнера или соперника. Ракетки бывают разной формы. Круглая, бывает в форме капельки и еще ромбовидная. И выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого игрока. Ракетка сделана из суперлегкого карбона или фибергласса. На ней есть отверстия, которые улучшают аэродинамику и облегчают вес ракетки. Ее толщина 38 мм. И они отличаются по весу. Самая легкая ракетка для падала – 320 грамм, а самая тяжелая доходит до 380. Что касается мяча, то внешне он очень похож на мяч для большого тенниса. Особенность в том, что снижено давление для того, чтобы увеличить зрелищность и как можно дольше держать мяч в игре. Переходим к площадке. Площадка размером 20 на 10 метров. Есть линия для подачи. И линия, разделяющая первый и второй квадрат. Сетка в падале ниже, чем в большом теннисе. 0,88 см ее высота. Особенность падал-корта в том, что здесь есть стены. Часть стены из сетки. И есть закрытая часть, сплошная, которая может быть из бетона, из стекла или панорамная. КОНЕЦ КОНЕЦ Я прошу прощения, я совсем забыл, что верхняя подача – это не для падала. Здесь важна не сила удара, а искусственная закрутка. Переходим к технике. Базовое отличие техники игры в падал – это сокращенный замах и сокращенная проводка удара. Рассмотрим технику на примере подачи. В зависимости от того, куда вы хотите направить свою подачу, вы выбираете положение вдоль линии подачи. Ноги должны располагаться на ширине плеч. Замах приблизительно на уровне плеча, ракетка немножко открыта. Перед совершением подачи мячик обязательно должен стукнуться о площадку. Мяч после отскока не должен подниматься выше пояса. Это запрещено правилами. Перенося вес тела с толчковой ноги на опорную, совершаем удар. Сопровождение ракетки останавливается приблизительно на уровне глаз. За плечо заводить не надо. Кроме подачи в падал существует большое разнообразие ударов. Такие как форхенд, бэкхенд, удар слета, он же бандеха, или боковой удар слета вибора. В этой игре часто используется такой элемент, как свеча, потому что при наличии стен это не дает большого преимущества сопернику. В игре очень часто возникают ситуации, когда нам неудобно отбивать мяч с отскока, потому что мешает стена. Тогда нам может прийти на помощь удар через стену. Важный момент. Нужно бить под мяч, а не в мяч. А то можно получить по лицу. Еще одна хитрость, которой прибегают более опытные спортсмены, это удар над головой, он же смеш. Суть этого элемента заключается в том, чтобы после удара мяч, коснувшись стороны соперника, вылетел за пределы площадки. Тем самым не дать игроку возможность отыграться. В падал можно играть в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Специалисты отмечают, что научиться достаточно легко. Даже если ты держишь ракетку первый раз в жизни, игра у тебя все равно получится. При этом отличное времяпрепровождение дополняется пользой для здоровья. Падал достаточно энергозатратный от спорта. Это отличная кардионагрузка. И помимо того, что вы физически развиваетесь, это еще и умная игра. Вам нужно не только добежать до мяча, но еще и предсказать траекторию отскока. Что касается травмоопасности, в целом она ниже, чем в большом теннисе. И если вы начинаете играть в падал с тренером, он правильно поставит вам технику, подберет ракетку, именно подходящую для вас. И травмы практически исключены. Статистика гласит, что в падал играют 20 миллионов людей по всему миру. В лидерах же мирового рейкинга спортсмены из Испании и стран Латинской Америки. Кроме того, вид спорта также очень популярен, например, в арабских странах. Ну а о том, как обстоят дела в Белоруссии, расскажем прямо сейчас. Первые корты для игры в падал построены в Минске только летом 2022 года. Однако знакомство со спортивным направлением произошло раньше. В середине 2010-х небольшая группа энтузиастов начинает пробовать свои силы в новом виде спорта. И со временем праздный интерес белорусских любителей перерос в профессиональное желание соревноваться на международном уровне. Как результат, впоследствии создается Белорусская федерация падал-тенниса. После чего наши спортсмены начали пробовать свои силы на различных турнирах. Наша команда пока не имеет большого опыта выступления на международной арене. Но в 2021 году мы заявили о себе как о команде. Мы попали на чемпионат Европы в Испании в Марбелле, где мы увидели и сыграли с лучшими грандами Европы. Также в 2021 году мы приняли участие в World Paddle Tour. О громких успехах наших мастеров ракетки на европейской и мировой арене пока говорить не приходится. Однако, что касается регионального уровня, то в активе белорусов уже несколько турниров в России. Где мы смогли пройти квалификацию, в основной сетке выглядели весьма конкурентоспособными. Следующий шаг в данном направлении – это развитие внутреннего чемпионата. На данный момент мы проводим пока турниры клубного уровня. Но не за горами мы опубликуем календарь 2023 года, где будут турниры чемпионат республики и другие туры в регион. Одна из главных задач по развитию Paddle в Беларуси – это строительство кортов для игры. Сегодня общедоступные корты оборудованы только в Минске. Однако, в ближайшее время планируется строительство площадок в Бресте, Могилеве и Гомельской области. Также стоит вопрос о строительстве крытого комплекса, который позволит обеспечить круглогодичный тренировочный процесс. Однако, инфраструктура – это не самое важное. На первом месте – вовлечение в игру потенциальных чемпионов. Одна из главных задач у нас – привлечь студенчество, проводить универсиады. Строить площадки в наших университетах, которые будут востребованы для наших студентов. Дэвид Бекхам, Новак Джокович, Лионель Месси. Знаменитые спортсмены обожают паддл. Почему? Да все очень просто. Легко научиться и невозможно не влюбиться. Меня зовут Геннадий Вайтович. Вы смотрели «Вот это спорт». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин